Господи Божий мой, натянувай, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры. Сегодня в Лазареву субботу за богослужением воспоминается чудо воскрешения праведного Лазаря и читается Евангелие от Иоанна. Это первые 45 стихов 11 главы. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Во время она, бе некто боля Лазарь от Вифании, от веси Марины и Марфы сестры и я. Бе же Мария, помазавшая Господа миром, и отерша нозе его влосы своими, и я же брат Лазарь боляше. Посластью оба сестре к нему глаголюще, Господи, сей его жлюбиши, болит. Слышав же Иисус рече, сия болезнь несть к смерти, но о славе Божией, да прославится Сын Божий и я ради. Любляша же Иисус Марфу и сестру и я, и Лазаря. Их даже услыша, якоболит, тогда прибысь на ней в живем месте два дни. Потом же глагола учеником. Идем во Иудею паки, глаголоши ему ученицы, рави, ныне исках у тебе каменем побити Иудеи, и паки ли идеши тамо. Отвеща Иисус. Не два ли на десяти часа и ста во дне, аще кто ходит во дне, не поткнется, яка свет мира сего видит. Аще кто ходит в ночи, поткнется, яка несть света в нем. Сия рече и посем глагола им, Лазарь друг наш успе, но иду да возбужу его. Реши же ученицы его, Господи, аще успе спасен будет. Рече же Иисус о смерти его, они же мнеша, яка о успении сна глаголит. Тогда рече им Иисус не обинуйся, Лазарь умри. И радуйся вас, ради доверуйте, яка не бехтамо, но идем к нему. Рече же Фома глаголимый близнец учеником, идем и мы, да умрем с ним. Пришед же Иисус обреть его четыре дни, уже имущего гробе. Беже Вифания близ Иерусалима, яка стадий пять на десять. И мнозе от Иудеи бяху пришли к Марфе и Марии, да утешит их о брате ею. Марфа же икда услыша, яка Иисус глядет срети его. Мария же дома сидяше. Рече же Марфа, ко Иисусу Господи, аще везде был, не бы брат мой умерл. Но и ныне вем, яка и лика аще просиши от Бога, даст тебе Бог. Глаголы ей Иисус воскреснет брат твой. Глаголы ему Марфа, вем, яка воскреснет воскрешение в последний день. Рече же ей Иисус, аз есен воскрешение и живот, веруя в мя аще и умрет оживет. И всяк живы и веруя в мя не умрет вовеки, ем лишь ли веру сему. Глаголы ему ей Господи, аз веровах, яка Ты ииси Христос, Сын Божий, ижи в мир гряды. И сия рекше, иди и пригласи Марию сестру свою тай, рекше. Учитель пришел есть и глошает Тя. Она же, яка услыша вас та скоро, и иди к нему. Не уже ба бе пришел Иисус весь, но бе на месте, и дежи среди Его Марфа. Иудей же, уба сущие с нею в дому, и утешающий Ю, видевши Марию, яка скоро вас та, и изиди, по ней и доше глаголюще, яка идит на гроб, да плачет тамо. Мария же, яка прииди, и дежи бе Иисус, видевши Его, поди Ему на ногу, глаголюще Ему, Господи, аще бы был зде, не бы умерл мой брат. Иисус же, яка види ее плачущася, и пришедшая с ней Иудея плачуща, запрети духу и возмутися сам. И рече, где положисти Его? Глаголуше Ему, Господи, прииди и вишть. Прослезися, Иисус, глаголуху убожидави, вишть, кака любляша Его. Нецы же от них реша. Неможаше ли сей, отверзый очи слепому сотворите, да и сей не умрет. Иисус же, паки, притя в себе, приди ко гробу, бежа пещера и камень, лежаше на ней. Глагола Иисус, возьмите камень. Глагола Ему, сестра, умершего Марфа, Господи, уже смердит, четверодневен бо есть. Глагола Ей, Иисус, не рех лети, яка очеверуюше узрише славу Божию. Взяше же камень, и дежи бе умерой лежа, Иисус же возвет очи горе и рече. Отче, хвалу тебе воздаю, яка услышал Еси мя. Аз же ведех, яка всегда мя послушаешьи, но народа ради стоящего окрест рех, да веру имут, яка ты мя послал Еси. И сия рек, глазом великим возва, Лазари, гряди вон. И из эти умеры обязан рукама, и ногама укроем, и лице его убрусам обязано. Глагола им, Иисус, разрешите его и оставите идти. Мнозибо от иудей, пришедшие к Марии, и видевше, я же сотвори Иисус, вероваша в Него. Во время своего пребывания в Пирее Господь получил известие о болезни любимого им друга Лазаря, жившего в Вифании со своими сестрами Марфой и Марией. Это семейство было особенно близко Господу, и Он, бывая в Иерусалиме, вероятно, часто посещал их дом, чтобы отдохнуть там от шума, постоянно следовавшей за ней толпы и лукавых вопросов книжников и фарисеев. Но, получив из Вифании весть о болезни Лазаря, Господь оставался на том же месте еще в течение двух дней, сказав, это болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий. Христос знал, что Лазарь умрет, и намерен был воскресить его. Ефимий Зигабен поясняет, чтобы утешить сестер, Иисус Христос послал им вышеприведенный ответ, но Сам оставался на месте, пока не умер и не был погребен Лазарь, чтобы никто не мог сказать, что Он воскресил не умершего, а находящегося в крепком сне, изнеможении или иступлении. Когда Господь пришел в Вифанию, то сказал Марфе, воскреснет брат твой, добавив также следующие слова. «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, а живет». Христу предстояло совершение величайшего чуда, которым Он желал обратить к себе сердца, еще не уверовавших в Него, и дать возможность своим врагам отдуматься и раскаяться. Подойдя ко гробу Лазаря, то есть к пещере, вход в которую был заложен камнем, Спаситель приказал убрать камень. В теплом климате Палестина разложение тел начиналось очень скоро после смерти, вследствие чего иудеи хоронили умерших в день смерти. На четвертый же день после смерти разложение должно было достигнуть такой степени, что даже верующая Марфа начала сомневаться в возможности воскрешения Лазаря, и потому она робко заметила, «Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как Он во гробе». Христос же, напоминая Марфе прежде сказанное, спросил, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Когда камень был убран, Господь, желая показать, что Он творит чудеса в силу Своего полного единства с Богом Отцом, возвел свои очи к небу и сказал, «Отче, благодарю Тебя, что ты услышал меня!» Душа Лазаря возвратилась в тело его, и Господь, подойдя ближе ко входу в пещеру, громким голосом возвал, «Лазарь, иди вон!» И на глазах многолюдной толпы свершилось чудо. Человек, тело которого уже разлагалось, встал из гроба, обвитый погребальными пеленами с обвязанной платком головой. К чуду воскресения присоединилось еще одно. Связанный по рукам и ногам погребальными пеленами, Лазарь смог сам выйти из пещеры, после чего Господь повелел развязать его. Нам же, дорогие братья и сестры, следует помнить, что чудо воскрешения Лазаря и его выход из гроба являют собой освобождение человека от смерти и уверение во всеобщем воскресении и вечной жизни во Христе. Помогай нам в этом, Господь! Господи, Божий мой, натягу повад, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok